Потеряв не только соцстраны, но и так называемые союзные государства, обнищавшая Российская империя как никогда была близка к исчезновению с мировых карт. Но этого не допустили ни россияне, как считает Шендрович. А кто бы вы думали? В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками помощи вот эти вот проклятые пиндосы и гейропы. И это было. 10 февраля 92-го года со всех аэродромов США в воздух поднялось 118 военно-транспортных самолетов. И началась операция «Подари надежду». Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли все это в Россию. А еще говорят, в Кремль привезли два самолета денег, чтобы Россия не рухнула. Сумасшедшие финансы тогда американцы вложили в подыхающую постсоветскую страну. США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов. Многие удивятся, почему штаты не только не позволили развалиться России, но и помогли ей сохранить свою целостность. Все очень просто. Ядерное оружие. Если бы Россия не была нашпигована вот этим ядерным оружием, то про нее бы просто уже давно забыли. Американские аналитики посчитали, что если 5000 боеголовок разбредутся по небольшим княжествам, то собрать их будет практически невозможно. Да и кто знает, где они в конечном итоге всплывут. Поэтому Вашингтонам было принято стратегическое решение спасти Россию. Ну, вспомните, там, двуглавый в 90-е, да, висел обдерганный скелет, а жирок он набрал уже на гумпомощи. Со временем двуглавый окреп и начал зарываться и борзеть. Мало-помалу он развязал маленькие войны, но на это с глубокой обеспокоенностью закрывали глаза. Чувствуя свою безнаказанность, он решил оторвать кусок побольше, так сказать, заявить свои права на имперские земли. Забыв при этом все уроки истории. И подданные царя безоговорочно поддержали своего хозяина. Я одобряю полностью позиции России. Ну, это было необходимо, я так думаю. Это враги, надо бороться, как с немцами. Большинство всегда принимает ту норму, которая определяется элитой. Стружка ложится по форме магнита, и страна Томас-Эмана становится страной гебельца, и наоборот.